После февраля 2022 года Лайма Вайкуля перестала появляться в России из-за политической позиции. Певица не скрывала своей ненависти к нашей стране и дала интервью, которое удивило многих россиян. Прошли те времена, когда Лайма Вайкуля гастролировала по всей России и зарабатывала большие деньги. Певица теперь не приезжает в нашу страну. Да никто ее и не ждет, хотя ходят слухи, что на корпоративы звезда соглашается. Многие недоумевают, в чем прелесть Вайкуля, которую своими руками сотворили Илья Резник и Раймонд Паулс, чтобы поставить на место Аллу Пугачеву. Например, актер Борис Галкин видел, кем певица была вначале. Варьетешная артистка, барная танцовщица и певица. Она многие годы работала в кабарет Джурас Пиорл в Булдури, это район Юрмалы. Ее сознание сформировано в кабаке. Сыка Макса. Переводится с латышского как сколько стоит. Ее интересует одно, деньги. От кого, не важно. Только деньги интересные. Это было всегда. Оказалось, популярный актер, который вырос в Латвии и провел там молодые годы, прекрасно знает историю становления Вайкуля. Он был знаком с ее гражданским мужем Лаймы Андреем Латковским. Борис Сергеевич всегда считал ее заносчивой, не слишком умной и весьма посредственной певицей, которая просто оказалась в нужное время в нужном месте и теперь пожинает плоды былого величия. Больше всего актера возмутили слова исполнительницы хита «Я за тебя молюсь» о том, как она кормила весь Советский Союз. Эта фраза разлетелась на цитаты и широко обсуждалась в обществе. Появилась даже шутка «Плохо кормила, раз он развалился. У нас не было ни науки, ни промышленности в СССР, всех кормила ты. Это все было так себе. А ты тащила все. Какая чушь. Ладно, Господь Бог разберется». Лайма продолжает поддерживать общение с некоторыми российскими знаменитостями, в частности, с Аллой Пугачевой. Когда у звезды случился рецидив рака, то именно Примадонна Первой прилетела к ней на помощь в Латвию. Сейчас подруги проводят вместе несколько месяцев.